Первый вопрос – расчистка дорог и дворов после снегопада. Работы продолжались всю ночь. Как отметил глава города, коммунальные службы в целом справились с поставленной задачей. А вот к управляющим компаниям и ТСЖ есть претензии. До сих пор некоторые дворы, к примеру, на аренде, напоминают катки, а не пешеходные зоны. На бездействие обслуживающих структур сочинцам рекомендовали жаловаться в прокуратуру. Горожане отмечали также, что в некоторых микрорайонах после снегопада сократились маршруты общественного транспорта. На территории города Сочи существуют такие участки дорог, особенно высокогорные, на которых по решению комиссии по безопасности дорожного движения запрещена эксплуатация транспортных средств в период зимней скользкости. Гололед на горных дорогах сохранится до четверга. Этой ночью опять обещают заморозки. Еще одна актуальная тема – ценообразование. По мнению главы города, некоторые коммерсанты во время финансового кризиса пытаются заработать сверхприбыль. И как следствие, в некоторых магазинах, аптеках и на рынках курорта цены растут как на дрожжах. Не всегда понятно и по каким формулам производится расчет услуг ЖКХ. Так в доме 10-5 по улице Верхняя Лысая гора за месяц расход электроэнергии на общедомовые нужды вырос в 6 раз. В итоге у некоторых пенсионеров, которые привыкли экономить, счет за месячный расход электроэнергии по квартире был меньше, чем им предлагали заплатить за свет в подъездах. По мнению жильцов, в строку «Общедомовые нужды» Кубань Энергосбыт включает и киловатты неплательщиков. Горожане готовят обращение в прокуратуру. Чтобы защитить интересы малоимущих горожан, Анатолий Пахомов принял решение создать в Сочи народный контроль. Будем постоянно следить за уровнем цен, будем постоянно находить меры, которые будут не ухудшать их жизнь. Ну а то, что касается работоспособного населения, то здесь мы говорим, у нас круглый год работает город, курорт. Такого не было никогда. У нас масса возможностей для развития бизнеса. У нас масса рабочих мест. Также на совещании глава города принял решение установить в Сочи так называемые предельно максимальные цены на продукты питания. Они будут рекомендованы к исполнению абсолютно всем торговым предприятиям. До конца недели этот документ будет подписан. Говорили и о льготных проездных билетах для пенсионеров. Великое дело сделал губернатор. В этих сложных экономических условиях он все-таки изыскал эти деньги, чтобы пенсионеры все-таки имели возможность передвигаться бесплатно по городу. Деньги найдены. Теперь важно эти деньги достойно передать тем, кто в этом нуждается. Кроме этого, по предложению главы города депутаты Сочи приняли решение с апреля этого года малоимущим пенсионерам компенсировать часть оплаты за вывоз мусора. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.